ЗАКСИД, УКРАИНА Риски и возможности политического тренда на усиление борьбы со взяточничеством Назарий ЗАНОС ЗАКСИД.НИТ, УКРАИНА 16 сентября 2019 года Петр Порошенко сделал себя заложником собственных обещаний Война должна была продолжаться недели, а невыполнение громких лазунгов о борьбе с коррупцией стали весомыми причинами его поражения на президентских выборах На эту шаткую тропу становятся и те политики, которые сейчас выступают под лозунгами перемен В том числе и Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук, и значительная часть других главных игроков Они шли на выборы, обещая новое качество политики и заявляя, что намерены усилить борьбу с коррупцией Это повышает общественные ожидания Народ устал от показательных шоу, однако давно жаждет настоящей крови Точнее шоу ему как раз очень даже нравится, но хочется увидеть не только то, как политиков из высшего эшелона арестовывают в прямом эфире и потом действительно осуждают Они отпускают из зала суда Люди хотят видеть результат Желательно, чтобы в тюрьму отправлялись всерьез Надолго и те, кто являются действительно большими рыбинами в политике, а не очередными стрелочниками и козлами отпущения С одной стороны, усиление антикоррупционной риторики, которую постулируют новые элиты Это очень хорошо, ведь существует шанс, что дело борьбы с взяточничеством продвинется намного дальше, чем при предыдущей власти С другой стороны, оно настораживает, ведь на самом деле это довольно сложный процесс, который требует соответствующих рычагов влияния, возможностей, а главное, политической воли Руководство страны должно понимать, насколько серьезные риски для отечественных институций может создать его бездействие Если все удастся воплотить, это прекрасно Любой прогресс в борьбе со взяточничеством приближает Украину к цивилизованному миру, дает шанс на развитие Рост инвестиций и экономики, открывает настоящий путь прочь от Москвы Если же Зеленский и команда потерпят неудачу, это еще сильнее поставит под сомнение доверие украинцев к президенту, Верховной Раде и антикоррупционным органам Рост недоверия к отечественным институтам власти очень опасен С другой стороны, это также может стать движущей силой будущих реформ, в том числе и переформатированием неэффективных институтов Однако, для уничтожения имеющейся системы в ситуации военной угрозы, нужно иметь параллельно выстроенную новую систему Каркас, своеобразный хребет, который удержал бы на себе государство и не позволил бы ему упасть вместе со старыми институтами Однако, сейчас это кажется маловероятным Еще одним вызовом могут стать олигархи и разные чиновники и смотрящие, а также те, кто сидит на откатах и потоках Которые совсем не настроены работать по цивилизованным правилам Если все это не удастся, то вполне вероятно, что провал в антикоррупционной деятельности может стать концом карьеры для новой властной команды Народ не простит Опыт предшественников является ярким тому примером Только на этот раз появляются сомнения, что элитам удастся отделаться лишь потери рейтинга и рычагов влияния А если дело дойдет до противостояния в обществе, то таким внутренним обострением в стране радушно воспользуется Россия Власти нужно серьезно отнестись ко всем этим вызовам, стараться с удвоенной силой, чтобы не привести страну к хаосу Однако, наличие огромного количества рисков отнюдь не означает, что следует ослабить борьбу с коррупцией или начать замалчивать эту тему Отнюдь, эти вызовы должны, наоборот, стать напоминанием руководству государства, что отступать некуда Что провал повлечет за собой неприятные для всей страны последствия Зато успех станет большой победой всех, кроме самих взяточников и причастных к ним В такой ситуации должно пригодиться партийное большинство слуги народа в парламенте Народ предоставил президенту полный карт-бланш на борьбу со взяточничеством Остается надеяться, что Зеленский и его команда осознают всю ответственность, которая на них лежит Теперь дело за ними Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...